Всем здорово! Сегодня продолжаем тему воздушной разведки. И на этот раз она перетекает в аэрофоторазведку. И это не случайно, ведь с переходом к позиционной войне поменялись условия вооруженной борьбы, к которым теперь требовалось как-то приспособиться. Пока война была маневренной, с воздушной разведкой более или менее проблем не было. Войска противника в походных колоннах или в местах скопления вполне можно было обнаружить. Спрятаться они могли только остановившись и если рядом был лес. В позиционной же войне ситуация изменилась и вроде бы есть достаточно четкая линия фронта и наличие войск противника вблизи нее не вызывает сомнений. Но достоверно установить, что за войска скрываются за ней, каков их состав, численность и вооружение было уже сложнее. Полевые укрепления плюс неподвижность войск обеспечивали очень хорошую маскировку. И здесь выяснилось, что на самолетах до зарезу нужен фотоаппарат. И тут и имеет смысл обозначить принципиальные особенности и отличия визуальной воздушной разведки от аэрофоторазведки. И у той и у другой есть свои плюсы и минусы, позволявшие им сосуществовать друг с другом какое-то время. Сперва кратко о визуальной. Дополню в прошлый ролик. Она работала по схеме самолет пролетел, летнап увидел все, что смог, самолет вернулся на аэродром, летнап добрался до штаба или командующего соединением-объединением и сообщил ему об увиденном. И одним из главных недостатков этой схемы был тот, что от летного наблюдателя требовалась очень высокая квалификация. И по-хорошему этим человеком должен быть офицер. Причем штабной с опытом службы. Потому что только он сможет понять происходящее на земле, оценить силы и образ действий противника. А затем, уже после приземления и когда он доберется до штаба своего соединения, сможет точно передать на словах и отобразить все увиденное на картах. У него будет опыт и знания для этого. Потому что устно передать и перенести такую информацию на штабные карты, это тоже надо уметь. И типовые армейские команды и соответствующую терминологию не просто так придумали. Случайный человек или неподготовленный по профилю военный так не сможет. Он будет не в состоянии понять, что конкретно он видит. И сравнивая с аэрофоторазведкой, здесь и проявляется ее преимущество. Самолет-фоторазведчик пролетел, сделал снимки, самолет вернулся на аэродром. Пленки тут же отправили на проявление, на что в то время уходило около 4-5 часов при хорошей организации. Очень хорошей организации, это важный момент. Затем их отпечатывали в типографиях. И после этого полученные снимки спокойно рассматривали в штабах. Те самые штабные офицеры, которым теперь не было нужды куда-то лететь. И здесь и проявлялся весомый плюс. Фотоаппарат позволял все увидеть в мельчайших подробностях и рассмотреть то, что обычный человек своим взглядом уловить не сможет. Тем более, что не было нужды запоминать все увиденное на память или быстро записывая на бумагу прямо во время полета. В свою очередь, по этому описанию вы уже сразу же можете увидеть, что у визуальной разведки здесь был и свой принципиальный плюс. Это оперативность и быстрота передачи информации. Летнап мог по приземлении на аэродром сразу же выскочить из самолета и на мотоцикле или автомобиле смотаться в штаб своего армейского соединения и доложить об увиденном. Но именно этот, едва ли не единственный весомый плюс, оказался не очень-то и нужен в условиях позиционной войны. В условиях, когда наступательные операции готовились месяцами и было вполне достаточно времени на фоторазведку. Все можно было лишний раз проверить и перепроверить. Так что, делая обобщающий вывод, в общем случае визуальное наблюдение более пригодно в маневренной войне, когда обстановка постоянно меняется и соответственно важна быстрота доставки развед сообщений. А в позиционной войне важна фоторазведка, с помощью которой легче выявить особенности и детали вражеской обороны и нет особой нужды в быстроте. Хотя, конечно, уже в ходе самих операций оперативность тоже проявит свою важность, но она уже была вполне на уровне, что требовала позиционная война. Тем более, что впоследствии скорость проявления, печати и дешифровки фотографий ускорится и визуальное наблюдение и в маневренной войне будет потеснено. Другой вопрос, что очень быстро стало ясно, что для ведения аэрофоторазведки нужна и соответствующая материальная часть, которой, как водится, под рукой не было. Сказалось то, что в мирное время была такая же недооценка фоторазведки, как и обычной воздушной, визуальной. А меж тем, тут нужна была своя особая инфраструктура, фотолаборатории, чертежные мастерские и типографии. И плюс требовались расходные материалы, пленки, проявители и прочая химия. Причем, желательно еще и качественное для ускорения процесса изготовления и для повышения качества снимков. Плюс нужно было и типографское оборудование для печати снимков и карт на их основе и многое другое. Только вот фотолабораторным, чертежным и типографским оборудованием военным приходилось обзаводиться самим и зачастую за свой счет. По стандартной схеме, когда офицеры авиаотрядов и штабов ехали в тыл и там покупали все необходимое за свои деньги. Либо в соответствующих лавках и магазинах, или связываясь прямо с предприятиями и заводами по производству оптической техники. То есть в этой, как и во многих других областях, были примерно те же явления, что охватили тогда все воюющие армии в конце 14-го и в 15-м году. Когда в полный рост проявилось такое нехорошее явление, как самоснабжение. Ну, больное место любой армии даже спустя 100 лет и в наше прогрессивное время. Поэтому сложилась такая ситуация, что пришлось пойти по пути привлечения любителей фотосъемки и поставить на службу гражданскую фототехнику. Оптическая промышленность, к счастью, уже была вполне развита, ну, по крайней мере, в основных промышленно развитых странах. И она была вполне готова к организации производства фототехники для нужд военной авиации. Но в любом случае на это требовалось время и требовалось все-таки как-то изворачиваться. Потому тут была этапность в развитии материальной части аэрофотосъемки. Первый этап – это приспособление гражданской техники для военных целей с элементами самоснабжения. И затем наступил второй этап – появление специализированной чисто военной фототехники, когда из нее выжимали все, что можно. И при этом на основе централизованного снабжения, когда все это дело организовывалось армейскими структурами. И это достаточно универсальная схема, которая касается не только авиации. Схожие проблемы возникли и с печатью фотографий, и затем карт на их основе. Требовалось проявлять пленки, печатать фотографии и карты не в глубоком тылу в генеральном штабе, как это обычно и происходило еще с довоенных времен. А теперь требовалось сделать это все непосредственно на месте. По достаточно очевидным причинам. Потому что сведения от фоторазведки требовалось предоставить командирам и штабам соответствующих соединений как можно быстрее. И потому этим и стали заниматься прямо в расположении авиационных отрядов, вблизи самолетов, в самопальных фотолабораториях. Ну дабы не тратить время на доставку пленки с самолета фоторазведки до фотолаборатории. Этим, разумеется, занимались специально обученные люди. Картографы, фотограмметристы и дешифровщики снимков. Вернее, они должны были быть специально обученными. Ведь их, как водится, не хватало и привлекали всех, кто хоть как-то был связан с фототехникой, картографией и печатным делом. И вполне объективным следствием такого полукустарного подхода были вполне очевидные недостатки аэрофоторазведки, которые еще предстояло устранить. Их можно вкратце перечислить. Первое, это несовершенство фотокамер и их неприспособленность к фотосъемке с самолета, ну по сути с очень подвижной и нестабильной платформы. Отсюда вытекало второе, нечеткие фотографии, по которым порой вообще мало что можно было понять. В те времена дешифровка фотографий и так была еще не исследованной областью, и была непростым делом, требовавшим квалификации. А тут еще и фотографии хуже некуда. Вот вам для примера фотография, причем сделанная уже во второй период войны, когда качество было уже лучше. Но ведь согласитесь, что здесь все достаточно хорошо видно. Ну все же понятно. Или все-таки непонятно. Ну на самом деле сразу скажу, что я нашел описание, в котором четко сказано, что тут изображена река, которая заканчивается шлюзом. При этом видно, что через реку построено два понтонных моста. А сам снимок сделан летом 1917 года, в период активных боевых действий во Фландрии, что находится на северо-востоке Франции. И при этом там же отмечено, что на снимке можно разглядеть воронки от разрывов, то ли артиллерийских снарядов, то ли авиабомб. Как раз вблизи шлюза, который, по-видимому, и старались уничтожить. Но это еще достаточно просто, когда изображен хорошо опознаваемый объект. И при этом во времена 1917 года, когда все уже было правильно организовано, качество снимков было значительно выше, уже существовали методы дешифровки фотографий, и самое главное, были специально обученные люди. А на конец 1914 года, нехватка специалистов всех профилей была главным бичом воздушной фоторазведки. Это вообще самый универсальный бич любой профессиональной сферы. Если здесь есть проблемы, тогда проседят вообще все остальные составляющие, где не хватает подготовленных людей, а подготовленные специалисты всегда и везде нужны. И здесь и вылезал третий момент. Как уже только что было сказано, характерной чертой фоторазведки было то, что требовалась расшифровка-дешифровка снимков. Но на тот момент способы и методы этого дела еще не были выработаны. Тут еще только предстояло изучить и организовать этот процесс должным образом. И пока же длительная расшифровка была довольно серьезной проблемой. Она была тесно связана с тем, что это дело требовалось организовывать прямо в расположении авиаотрядов, где не было соответствующей материальной базы для этого. Да и людей опять же не было. И 4-5 часов, что я назвал в начале ролика, это уже реалии как раз 17-18 года. И в результате, глядя на первые снимки, которые были еще хуже того, что я привел выше, даже сами специалисты по фоторазведке были порой не в состоянии рассказать, а что же тут изображено на размытой и нечеткой фотке. И все вместе, и невозможность раскрыть потенциал фототехники, это вызывало очевидное недоверие к фоторазведке со стороны командования. Ну, по той же схеме, что и в случае с визуальной воздушной разведкой. Но здесь для недоверия были уже немного другие основания, которые основывались на том, что, ну, помимо невысокого качества, в то время любая фотография была перенасыщена многими деталями. И непосвященный человек был не в состоянии в них разобраться, а прочитать их мог только военный и при этом разбирающийся в фотосъемке с технической стороны. А таких людей по определению всегда очень мало. И поначалу со стороны непосвященных фотосъемка с воздуха была чем-то сродни шаманству и чтению предсказаний по облакам на небе, волнам на воде и еще всякого рода знаком свыше. Вот то ли дело визуальная разведка, это да, там человек сам своим взглядом может все увидеть. Хотя, как мы помним, что и к визуальной разведке было недоверие до определенного момента. А здесь у нас какие-то фотографии, на которых все какое-то серое, черно-белое и вообще одно сплошное марево. И в этот момент отвлекусь и скажу, что при создании ролика мне почему-то вспомнился фильм «Челюсти 2», где был характерный фрагмент на эту тему. И я даже решил найти и пересмотреть его. И там с 50 по 54 минуту показано, как сначала проявляют пленку в фотолаборатории, затем делают фотографии, ну явно более прогрессивным образом на уровне 80-х годов прошлого века. А потом шериф Броуди, главный герой второго фильма, идет и показывает каким-то чиновникам получившиеся фотографии, на которых изображена гигантская акула-убийца. А чиновники такие смотрят на фотку и нихрена не видят. А шериф им «Ну вот же, вот же, смотрите, глаза акулы, челюсти, все видно». А они ему такие «Да это какая-то мутная хреновина, водоросли, грязь, ничего не видно». Я бы вставил фрагмент из фильма, но авторские права и все такое. А я не бэдкомедиан, который знает, как это дело обойти, да еще и монетизацию сохранить на ролике. Но вы можете сами посмотреть его. «Челюсти 2» с 50-й минуты примерно. Так что говоря о фоторазведке, здесь был и психологический момент с ее восприятием, как чего-то мутного, шаманского и непонятного. Но время все-таки было военное, и потому эти представления очень быстро улетучились. Буквально в течение одного 1915 года. По мере того, как устранялись все вышеназванные проблемы и недостатки, и, как водится, их устранение было возможно только при централизованном руководстве свыше, по мере организации которого явление самоснабжения за свой счет было устранено, как и должно быть в любой хорошо организованной армии. А дальше там был уже совсем другой уровень организации воздушной разведки. И о чем еще будут ролики? Но пока что были только основы. Ну а теперь пишите длинные фоторазведывательные комментарии про авиацию, про Первую мировую войну, Германию, Францию, Турцию. Жмите все, что видите, подписывайтесь на канал и группу ВК, проверьте колокольчик и до скорого.